Почти два месяца назад в Риотове открылся МФЦ. Работал в тестовом режиме, сейчас принимает посетителей уже в рабочем. Путь от первого визита до получения документов вместе с руководителем центра прошла Юлия Абдулаева. Посетители МФЦ консультант встречает у терминала электронной очереди. Это электронная очередь системы Куматик, где запрограммированы наименования организаций, какие оказывают государственные услуги. Консультант, подойдя к терминалу, нажимает наименование организации и, войдя в меню, выбирает услугу, какая требуется. И заявитель получает талон. Далее посетитель проходит в зал, непосредственно, где располагаются окна с консультантами. 004, окно номер 9. Обратившись первый раз в МФЦ, необходимо наличие паспорта и озвучить ту услугу, за какой явился заявитель. Тут и начинается работа консультанта. Он заносит данные в уже готовую форму, принимает документы в соответствии со списком. Его тоже автоматически выдает программа. Посетитель взамен получает выписку из электронного журнала. Если у меня полный перечень документов готов, я даю консультанту паспорт и по его требованию и просьбе передаю перечень документов, какие необходимы. Я уже в конце распишусь о том, что получила и как сдала свои документы по госуслуге в окно МФЦ, также в окне МФЦ получу готовый конечный документ. До получения готового документа осталось немного. Целиком апопея с оформлением перепланировки и приватизации длится уже несколько лет, рассказывает Дмитрий. Каждый раз приходилось отпрашиваться с работы, стоять в очередях. А с появлением МФЦ процесс сильно ускорился. Здесь сейчас все быстро сделают, примут документы, два месяца рассмотрения по идее, потом все, документы, получать и все. Сейчас в центре принимают до полусотни человек в день, работают 10 сотрудников, все универсалы и помогут, и подскажут, и документы примут. В конце дня по всем тем, какие приняты в каждом окне, составляется общий единый реестр. И эти документы сортируются и подлежат направлению в те организации, услуги которых требуются заявителям. За ответом в очереди тоже стоять не придется. Программа автоматически проставляет срок его получения, а чиновники выполняют. Уже несколько лет за бюрократическую волокиту они несут административную ответственность. Юлия Абдулаева, Виталий Шкурин для РТВ.